день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна я рада вас приветствовать на своем канале начинаю я неделю вернее я ее уже продолжаю потому что вчера в понедельник ну естественно воскресенье я вышивала 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 воскресенье я из сада габриэль сюжет решила его продолжить поскольку в субботу я не вышивала вернее ну в субботу я вот немножко здесь вот то что стоял там у меня на станке повышевала там буквально часик до утром и все и мы уехали и больше ничего в субботу не вышивала естественно так как на станке стоял из сада Габриэля, я его по воскресеньям вроде как вышиваю, то я его и продолжила. Там у меня как раз надо еще даже закончить. Вот один выходной я начала одним цветом там две тысячи крестиков. Вот и продолжала в субботу. Это еще там немножко осталось. Тысячу я сделала с лишним. Еще осталось этого цвета. Коричневого все. Коричневый там как бы подтонутый нарос и по всему. Просто там, знаете, как бы на вазе этот цвет надо... Я хотела закончить вазу. На вазе этот цвет был, а он оказался вот такой. Ну и все. И вышиваю дальше. Я потом покажу в конце месяца. Вот. В конце этой недели, субботу, воскресенье, буду брать уже величие природы на этой неделе. А там уже еще будут выходные. Вот то есть получается пять выходных в этом месяце. Хотя пять недель, не пять недель. Получается месяц начался со среды. И так получилось, что тридцать один день. И вот все эти дни так вот... Классно, когда много выходных в одном месяце, да. Вот. Ну, не знаю как для кого. В принципе, я это вообще на работу не хожу. Как бы я работаю дома. На дому для себя, да. Если это так можно сказать домохозяйкой. Ладно. Пока. Пока еще у меня время есть на вышивку. И я этим занимаюсь. И, значит, в субботу мы ездили в гости. Я обещала там свои впечатления рассказать. Поехали мы. Значит, было плюс пять градусов у нас. Обрадовались. Весна наступила. Обратно возвращаясь. Минус девятнадцать уже. Приехали. У нас здесь минус восемнадцать. Было по дороге туман. Уже все подмерзло. Оттуда ехали прям. И в машине я, ну, обычно всегда в дальнюю дорогу. Я всегда раздеваюсь. И это вообще было жарко даже. Хотя там климат-контроль стоит. Все. Девятнадцать градусов. Но вот солнце так светило ярко. И вот этот белый снег. Я там немножко сняла. Степь практически там. Кое-где встречаются деревья. там где-то там, где-то там. В одном месте были вроде как возле дороги. Но там мост ремонтировался возле этого. Там проезжали, да. А так в основном вот этот снег белый, солнце яркое. Я даже в солнечных очках пока доехала, я думала, ослепну, во-первых. Во-вторых, у меня такое ощущение, вот знаете, как будто ты вышивал на конве с люрексом целый день. И у тебя в глазах уже как песок там от блеска. Вот такое вот. Все. У нас тоже здесь вот в нашей стороне на восток, да, вот как в город едешь по этой стороне восточной. Там тоже, ну там посевные поля в основном. И везде вот в советское еще время насажены были деревья и вдоль дороги, и по полям, значит, разграничения. Вот эти лесопосадки, в общем, были. А на западную сторону, вот сейчас, если выехать немножко, километров пять, там уже леса начинаются. Ну вот, вот так. И когда ты едешь, вот мы едем по дороге в город, да, вот эти деревья, они как бы тебя немножко прикрывают от этого снега. Такой вот усталости глаз не бывает. Вот. Вот такие дела. Ну, естественно, хорошо посидели, погуляли, встретились с родственниками. познакомились с многими родственниками, как бы теперь уже родственниками, да. Вот так. Домой вернулись. Ночью, естественно, я что буду вышивать? Ничего. И вот на следующий день я вышивала из сада Габриэль. Вот. Да, и вот когда в степи там едешь, да, там город Гай, Орск, и вот это Новотроицк находится. Там еще дальше где-то немного. Новоорск есть, но туда надо, я не знаю, сколько километров. Муж сказал, что Новотроицк, когда Орска, 30 километров, но там вот ночью вообще хорошо видно, светятся же города, и ощущение, что это какие-то, ну, 30 километров, там километров 10, вон они, вон рядом, видно, прям вот настолько там все это вот видно, что кажется, что даже ночью может еще обман такой зрения, что ну совсем рядом, вот прям три города туда-сюда, буквально 10 километров ощущение такое. Вот. Вот такая вот поездочка, значит, была. И вчера в понедельник мы тоже ходили в гости, я уже говорила, что подарю, да, оберег Екатерину, хотя у нее 16-го день рождения был в субботу как раз, но мы ходили вчера, потому что и у брата мужа день рождения вчера было, к ним тоже на обед, и, в общем, я все подарила, вот так. Так что, потом уже, я немножко утром повышевала, вечером, ну, 1340 крестиков я здесь вышила. Так, приступаем со всех рассказов к вышивке. Значит, все вот эти деревья, вот по эту часть, это все. Здесь я могла дошить, но уже неудобно, прям вот это все вот мешает, как-то руки начинают валить, поэтому я оставила. Тут всего-то два цвета надо, и они как-то сюда уходят, уже сюда-сюда, думаю, ладно, оставлю. Это дерево, вот изначально же я переставила пяльцы немножко, а так, вот здесь вот, по эту сторону было, у меня пяльцы до этого. и все, вот это закончена часть. Я вчера уже приступила к вышивке неба. Вот эти все просветы, это все вот будет небо, ну, и там бэкстич, естественно. Вот, превью, вот здесь вот, видите, вот все-все-все вот эти просветы, вот до этого места, ну, и останется мне вот эта часть потом вышиваться. Здесь большая часть, конечно, деревья вот эти будут уже. Вот, вот я вчера вспоминала, я в сентябре вернулась к этому сюжету и думала, к этой части я с какого времени приступила, что так, что-то долго вожусь с ней, то ли в октябре, то ли в ноябре. Вообще, начинала 2 ноября 22 года этот сюжет, тоже второй год вышивается потихоньку, ну, вот где-то отсюда я, по-моему, взялась вышивать вот этот кусок, да, ну, по чуть-чуть я вышиваю. Здесь осталось вот вчера даже уже скучно стало, думала, может, вообще надо было полукрестом вышивать, это не мучиться, да, крестиком, правда, вот не знаю, почему они так сделали, крестом все это, ну, тут вот несколько цветов, вот этот бленд я взяла, будет небо расшиваться, но в основном вот такими пятнами цветовыми. Да, вот этот кусок надо закончить, не знаю, успею я его до конца апреля нет ли, хотелось бы, вообще закончить хочется уже этот сюжет, быстрее и приступить уже, брать другие какие-то основными сюжетами, что-то еще, потому что у меня тут уже планы на подарки, которые горят, они все, вот, вот так, так, на этой неделе я сейчас уже возьму сюжет свой, вот этот, дракончика, дракончика надо закончить еще, по-моему, еще две недели у нас есть в этом месяце, поэтому вот сейчас я повышеваю сегодня, завтра, посмотрю, как уже будет оставлять на следующую неделю что и чего, и там уже решу все это, и на этой неделе я, наверное, хочу начать пока на этой неделе вот самурайчика, как его там что вклинивать, не знаю, но буду потихоньку вклинивать его во все эти свои процессы, вот, перенабор мне Аня, вот, накидан, она переделала его, и кто-то мне написал, что вышивал по ее перенабору, все было прекрасно, так я ничего и не говорю про это, как бы я про это ничего не говорила, я не знаю, чем вы меня иной раз слушаете, вот, удивляют меня некоторые комментарии такие, да, я ничего и не говорила, я говорила о том, что есть, видимо, две версии этого набора, видимо, новая версия, скорее всего, мне кажется, перенабор, когда выпустили уже этого сюжета, да, вот там-то и получилось почему-то 46 цветов нити и бисера 47 цвет, а у меня 45 цветов нити и 46 цвет бисера, тут бисер уже есть, вот как это, потому что о ней написала, что у ней на один бленд, в ее перенаборе, она же делала перенабор тоже по схеме, меньше, понимаете, то есть, об этом я говорила и спрашивала, у кого вот есть набор 45 цветов, а у кого есть набор 46 цветов именно без бисера, если брать, вот об этом я спрашивала, я, то есть, предполагала, что есть две версии этого сюжета, скорее всего, вот у меня версия, вот кто писал мне про американскую версию, у них там по 45 цветов, и это вот с американской версии, скорее всего, все списано, потому что схема, она в американской версии не в китайской еще идет, скорее всего, он как-то выпустился, видимо, у них сначала таким образом, как я понимаю, да, у китайцев уже, а потом же был перевыпуск, если вы не помните, он же был снят с производства, я купила уже когда, уже после того, как сказали, что снят с производства, я тогда покупала, думаю, что это я не купила, надо купить, а потом уже был перевыпуск, скорее всего, перевыпуск, каким-то образом что-то было изменено, ну, такой тоже бывает, ничего особенно, вот, я не передела под мой, под мою версию, то есть, там есть вот, в свободной версии, есть вот 45 цветов, но там в нитках DMC, там надо сидеть, разбирать, если бы у меня китайская версия была, было бы проще там эти DMC подставить, все, а здесь вот надо, во-первых, я сидела, выписывала все эти номера вот сюда, да, я уже говорила, потому что они там в любом случае в американской, если по схеме бумажную вышиваешь, все равно надо их выписать, подписать в схему, потому что ты там не будешь без конца вот в этот листочек отдельный бегать и подсматривать, где какие нитки, она неудобная версия у них была, это американская, нитки разбирать надо было, здесь вот они, конечно, на планшетках уже идут, надо было разбирать, схем подписывать, возня такая была, ну, и была, вот у меня какие наборы американские остались, там есть такая вот система, но там даже в американской версии на схеме как-то все равно это все удобнее было, что ли, подписывать под ту систему, которую я пользуюсь для себя, которую придумала вот под это, вот именно, вот так, удобнее, конечно, когда у тебя нитки вот Dimensions подписаны, спасибо, кто мне написал там ниточки вот здесь, какие вот идут именно номера в конце, это я, скорее всего, вот утюгом проглаживала их, эти нитки, чтобы их отсканировать ровненько, да, прогладить, решил, да и вообще пропарить немножко, я знаю, что некоторые девчонки пропаривают, чтобы они мягче стали вообще, даже и DMC, эти нитки, любые, вот гамма, паром немножко пройтись, и они это, помягче становятся, и вот здесь, видимо, почему-то, но первый раз, потому что я тоже, я гладила до этого всегда ниточки, как-то Dimensions, вот, но это набор, вот, видимо, старой комплектации идет именно такой, про это я говорила, а не про то, что там такая, не такая схема, где-нибудь это сказал, нет, вот прям, я не знаю, чем слушают, но и раз, некоторые зрители, удивляет меня, ничего против не имела схемы, я, меня просто удивил, что у меня какой-то другой набор, понимаете, нежели чем, я знаю, что девчонки вышивали все, да, по тому перенабору, значит у меня что-то, я переживала, что у меня что-то не то с набором, вот, ну, как я теперь поняла, наверное, скорее всего, их две версии было, как-то, вот, раз вот девушка написала, что она вышивала по той схеме, значит у ней вот 46 цветов в наборе, и значит на один бленд у вас меньше получается, а у меня на один бленд больше, вот и все, вот такая вот система, какая-то, ну, да, я тоже первый раз столкнулась с тем, что вот, немножко отличается, а может быть я не замечала до этого что-то, я же где-то какие-то перенаборы, вот, какие уже сейчас не помню, один вон сейчас напомню, что я загоняла обратно в этот, как его, в паттермейкер, и что-то там, какие-то цвета где-то удаляла, в каком-то наборе, не помню я, вот я тогда повозилась, но мне уже часто сказать, самой вот это не справлять, времени не было тоже, вот, ну ладно, на этом все, в общем с этим набором эпопеи закончилась, буду просто вышивать, мне сейчас надо будет нитки вот эти все нарезать, на органайзер, как я этим пользуюсь, да, расставить прям, как в этой в саге, вот 1, 2, 3, 4 по номерам, и все, и буду вышивать без всяких проблем, так что вот, я, значит, этот откладываю до следующего раза, в следующий раз будет скучненько вышивать, потому что надо будет одним цветом, тут еще 2000 крестиков вот этого цвета, ну, где-то здесь, наверное, есть он, потом другого, ну, в общем, вот, небо скучное будет, зато вот этот будет веселенький, и вот я с ним пойду сейчас, возьму его, там, когда будет время, и повышиваю его, так, ну, 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 всем привет я к вам сегодня законченной работой которую вы видите перед собой это рт о хранитель золотых цветов так что я там написался в блокноте как я его звала и помню ну да хранитель золотых цветов написал значит и артикул вот видите да если кому надо партийку искать это рт о все здесь пока что написано 20 на 23 сантиметра по саги тут получается 20 на 22 сантиметра но вообще это 126 на 144 крестика вот идет как так мы с вами сейчас конечно же померяем все что на что тут получается если без воздуха то вот получается где-то 21 с половиной ровно по крестикам если смотреть да где тут крайний крестик и тут где-то примерно 19 сантиметров вот но тут дается ну тут даже вы смотрите оформление как будто да но ну прям впритык вот идет как как-то обрезано все вот я не принесла планшет чтобы показать по саге сколько ну примерно я так думаю воздуху так надо где-то оставлять канва от сова игр так плохо отглаживалась не знаю не отпаривалась никак она вот гамма как-то получше отпаривается вот в общем начинала я ее 1 февраля ну и закончила 20 марта этого же года вот ушло у меня всего 10 вышивальных дней нет написал давно это все и здесь 11908 крестиков полу крестиков бэкстич фразилки все сюда входит небольшой такой сюжет маленький тридцать девять цветов из них 333 цвета бленда всего лишь идет вот значит крест в две нити полу крест в две нити бэкстич в одну в две нити фразилки фразилки написано в две нити но я делала в одну и там пять навивов его делал вот так нитки здесь dmc я уже сказала да основа была здесь белая наборе сама вложена вот такая вот да она уж даже вот по потрепалась у меня пока лежала пока я доставала мягкая такая я думаю если постираешь вообще тряпочкой будет вот чтоб вам поближе было видно все показываю какая я поменяла мне не охота была на чисто белый можно конечно взять равномерную ткань но здесь остается вот прям буквально если оформлять вот чуть-чуть хотя конечно ради этого кто-то может поменять мне не хотелось мучиться не всегда хочется на равномерные вышивать потому что здесь большая часть зашивается вот она большая часть вообще вот смотрите размер какой вот для наглядности до небольшой такой маленький размерчик нитки вот так на планшетках все были собраны и dmc вот так я их просто по саге сагу мне делала наталья самохина я ее просила нам не сделал у нее в группе есть ссылка там на ю тубе в описании и вот ниточки что у меня в общем то всех осталось но вот мне чего не понравилось знаете такие моменты вот где бы найти вот например там но несколько крестиков я не поняла что вот здесь например что вот здесь примерно одинаково количество крестиков уходила ну нарезка вот короткая здесь вот например вот длинная для зачем какая в этом какой в смысл здесь вот короткий кусок на а я его даже ну не по-моему не брала даже сколько ниточка одну может ниточку брала там где-то крестики дошивала который чуть-чуть оставался все в основном то не остались эти обрезки если уж там как бы по процентам добавляли какие-то нитки вот что там если вдруг не хватит ну не знали как этому относиться к этим обрезкам огрызком отрицательная тран отношусь потому что здесь это вообще маленький вот пополам если вода вышивать там чуть-чуть конечно но все равно просто это не эстетично как-то кажется неприятным каким-то тут так тут так нарезано вот ну нитки dmc я их наверное с картой сопоставлю все подпишу и в копилку свою ниток dmc положу мало ли вдруг какую-то схему авторскую вышивать что-нибудь где-нибудь надо будет пусть будут у меня там наборов таких сейчас немало уже с нитками dmc от rto так что вот где-то у меня от совы я его куда-то надо ваш только не помню уж даже вот вот такой вот у меня получился хранитель золотых цветов моих впечатления такие что вышивается просто легко для меня даже это стало неожиданностью потому что прошлый набор рта вызвала негативные впечатления но вот в этот раз было все более-менее нормально не было такого бэкстич какого-то непонятного тут кусочек тут кусочек кусочек который я не понимаю здесь он как буду как и в других наборах все было часто поближе все покажу вот и просто вышивался легко и просто не вам никаких заморочек с ним отличие от превью конечно есть я не знаю сейчас как это вам видно все где у меня тут специальный лист бумаги лежит есть положил вот как-то чтобы может быть тоже высветлится вот это все и ярче станет может быть я вдруг хочу показать да здесь все светло и ярко здесь натурально все получается такие нормальные цвета не высветлены вырви глаз ничего такого нет все прекрасненько все хорошо мне все понравилось вот отличие от превью в этот раз меня не расстроило нисколько я сделала вот здесь вот так извините от линейки упала вот здесь реснички добавила да потому что я считаю что это все таки не хранитель а хранительница она больше на девочку похоже как-то даже этот веночек да вот это вот гребешок кажется такой косой какой-то вот заплетен такие есть же эти косички как французские называются так вот цветочки вокруг нее такая девочка девочка розочка и назвала и вот смотрите поближе покажу вам вот эти и реснички ну как смогла так и сделала вот немножко пушистик хотя выбирала их этих как сядут на коленке так тут же у меня этот мусор появляется водка основа такая плотненькая осталась она конечно почему плохо гладится ладно я еще раз разглажу я сейчас вижу здесь даже где-то моменты разметки остались почему-то когда смотришь так вот вроде не видно или вот то что проводишь когда по этим вот они прям можно еще раз конечно перед оформлением перестирать ее надо чтобы еще раз так у меня здесь есть несколько рам я при прикладывала вот такую на ваш суд да как говорится розовая идеально сюда такая же подошла как у меня на кролике как у меня на этом но сейчас одну заказывать покупать на волберис я не знаю такие можно найти нет это я у леонардо покупала была бы она голубей она бы подошла на серенькая те которые у меня есть оформлены в голубые такие да она бы подошла но это вот какая-то серая нет если такое перекрасить розовый цвет вот таким образом просто показываю что в квадрат ее тоже можно оформить вот неплохо смотрится и и у меня еще есть две круглые рамы вот такая вот с акриловым стеклом ну ее можно оставить смотрите белый даже не красить ничего да но естественно тут все он поубирается вот посадить как смотрится мне нравится вот этот момент я бы я уже склоняюсь чтобы не красить ничего вот к этом сюжету ну знаете почему потому что он повисит да потом год уже закончится его куда-нибудь перевесить какое-то другое место да и там какую-то раму шикарнейшую делать тоже смысла не вижу но у меня есть вот такая вот но она без стекла это рама вот такая вот я покупала под этот сюжет тяжелая большая если даже шкаф куда-то убирать и она без стекла думаю оставлю мне их две под какой-нибудь знаете двойной сюжет хотя вот я не знаю может быть вот под тот 2 пойдет такая рама тоже посмотрим вот просто что скажете или вот эту красить вот просто то что она она тяжелая такая еще полежит год повисит потом убрать вот это можно оставить можно в розовой перекрасить тоже как-то в один ряд с теми будет у меня рамочками тоже розовой такой вот такие вот у меня пока мысли пишите чтобы мыть на этот счет просто вот вот такие вот дела так ну вот в общем с этим еще когда оформлю вам покажу но в принципе мы с ним уже упрощаемся да мне так вот нравится что получилось еще раз покажу неудобно конечно на найти натянутый лучше показывать вот он такой мордочками красивая миленькая такая вот 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 такой мне здесь пятна это у меня пусть а появились пятна от чехла на гладимой доске тоже старую использую новую на новую пришлось чехол менять и к сожалению свалберис пришло не ерунда короче короче набор сделай сам я хотела просто купить натянуть и сейчас вот опять буду мучиться гладить поэтому не разглажен это старая доска на вот такая как провально хоть и железный вот ладно теперь уж не знаю даже что делать ладно это другая вообще проблема вот но с этим вот все пока еще раз я смочу еще раз на прям мокрым сыром проглажу скорее всего что вот этот разбавить не именно вот от места чтобы конечно при натяжке даже при натяжке не выровняться это все надо смачивать и гладить естественно лишь не срежется если на круг и обработаю я все это я еще даже не обрабатывал вот так вот вам и цвайгард тоже хорошо вшивать удобно все но проглаживать ее как-то не очень все-таки гамовская на факту раз и все быстро гладить так что вот у меня второй финиш в марте есть посмотрите как красиво смотрятся фиалочки и вот всем нравится этот ну не всем может но многим нравится вот этот вид из окна и смотрите как он меняется островок вот этот островок у здесь это там суша вот и подтаивает речка с каждым нём сильнее сильнее да вот тут уже прям вода видно у нас были морозы сегодня по ночам но они продолжаются просто были прям до девятнадцати град сейчас вот 10 15 и сегодня она около десяти было поменьше сегодня у меня что четверг вот до 21 марта сегодня день уже будет больше чем ночь на несколько минуточек там секундочек ли плюша сейчас с тобой разберемся и вот садить как у нас стоит вот там лошадки где-то далеко лошадки для коровки не знаю и сама до лошади больше никак не приблизишь но теплее теплее скоро на ну вот еще неделька и наверное уже очень сильно троги будет на следующей неделе уж концу точно всегда к концу марта у нас такой обильной тайне снегов бывает что уже и снега нет в конце марта но это очень редко очень такие года тоже вот так что здесь во все уже весна еду ну что друзья уже догадались что у меня перед вами здесь старт старт от этого могущественного самурая как правильно там прочитала на сайте дименшинс могущественный самурай так вот как называется вот 18 12 на 18 инч и тут по если по-американски до 30 на 46 сантиметров все здесь что написано схема я все показывала вам уже 10 раз уж не буду говорить до перенабор мне сделано переделала вернина китаном и я все-таки обратилась непосредственно представитель дименшинс россии с вопросом почему же так нам на что они мне ответили долго долго не отвечали ответили что скорее всего но этот набор старого выпуска и при перевыпуске были сделаны изменения в схеме скорее всего так поэтому добавлен здесь у меня на один был больше на один цвет меньше а вот бисер все остальное также ниточки я вот так нарезала вот такой системой вот видите я здесь пронумеровала и вот сюда все значит номерами в саге я поставила вот такую систему чтобы не писать здесь много цветов лишних я не люблю вот эти вот планшетки тут срезать тут чуть навешивать зачем это мне лишнего возня какая-то не нравится я вот такой вот системы пользуюсь и получается даже как-то вот смотрите все как бы по цветам да идет мне так нравится когда выравниваешь по саге все как надо вот тогда вот так получается именно когда переставляешь почему-то собирается вот такой вот красивый органайзер по цветам вот и я начала значит позавчера четверг этот сюжет и вот что у меня вышло я прям хорошо повышевала тысячу с лишним как раз четверг сделал крестиков и вчера совсем совсем немного поскольку мы ездили город вчера поздно вернулись уже были там по делам у родителей вот и там а еще я сделал около 600 крестика вот получилось ты что с чем там крестик мне за два вечера ну там первый день не вечер там побольше и захватила вот и вот что вышел стоить вышелся низ я не стала здесь вот много полукреста его так не люблю что особенно вот так вот когда он разбросан я потом дошью сейчас вот это все сделаю кому дашь его потом перекручу вот пока у меня здесь получается этот павлинчик и получается вот уже здесь я все думаю что это стрекозки будут оказывается вот эти вот разброс вот этих цветов и специально сделал таким образом ну значит по цветам беру раз вот этот цвет дела например что есть то и вышиваю и с одной стороны здесь хорошо почему потому что я делала протяжки секрета большого не составит вот здесь протяжки тут 43 что и 4 цвета всяких идут тут и с нитью вот этой металлизированный да и без нее и затем вот этими большими кусками цветов они закроются и все ничего не видно вот так а то потом если по ним делать каждый знаете с металлизированной нитью делать закрепки это просто ужас какой-то поэтому когда я петелкой крепила там одна нить простая 2 металлизированных идет и крепишь и уже вот например этот участок вот если одного цвета брать вот где здесь есть вышла дальше следующий вот здесь например тут вот таким образом я шла вверх вот и брала я несколько игл одна игла у меня dimensions что острая вторую не нашла это надо бэкстичи куда я перекладывалась короче говоря вот здесь одна это вот сохранителя золотых цветов джим шорт так что нет как она неважно короче изо рту это игла и 1 вот еще игла какая-то не помню что взяла и вот 1 24 этого специально для металлизированной нити потому что вот когда 26 берешь 28 она об шарпе к вается вот такая себя будет начинается а когда с 28 24 и вышиваешь никаких дырочек ничего там не видно все плотненько это 18 каунт вот нет такого расслоения то что нитки у металлизированы это dimensions но они тоже как все металлизированные нити они еще тонюсенькие прям чуть толще волосы на вот поэтому большой иглой удобно вообще и шерсть вышивать и вот эти вот металлизированные нити тоже если кто мучается имейте это ввиду так что вот начало есть конец когда-нибудь все равно будет этому всего вот и вчера я забрала уже черный ткань а ткань называется моника 2010 я вам покажу вот если что да вот этот вот штрих-код на всякий случай что кому надо что я хочу вам сказать там написано был 30 к но мне показалось он все-таки 32 какой-то что ли очень мелкий в сравнении с 30 каунт мне кажется хорошая ткань я не знаю как по ровности вроде она ровная к эти клеточки насколько я вижу без очков у меня иногда фокусироваться должно все хорошо вот плотная такая мне нравится она не хуже этой как и его господи на им тоже называется мурана и хуже мурана она кстати говоря мне понравилось я взяла аж прям 50 на метр восемь на метр 90 90 до метров 80 вот здесь вот большой кусок мне на многие такие процессы где именно нужен белый цвет 32 каунта вот там частности от алисы 2 я уж думала может что там голубое брать или еще что-то нет думаю ладно не буду другого цвета там как бы там хорошо конечно чуть что-то типа небо было но можно принципе если это конечно то чисто хобби покрасить если нечисто хобби он плохо прокраситься конечно вот но вообще ткань не понравился этот мне девчонки на донатили и я решила купить вот такой вот кусочек себе как раз вышел там тысячу ну четыре тысяч четыреста вот кусок вышел такой большой довольно таки вот ну это ульку белхорда кто это убил хор моника я искала монику что-то 32 но не нашла именно хотелось меня но не нашла взяла вот 30 вроде но 32 мне кажется может они ошиблись не знаю и вот если что стрихот покажу кому то есть ничего разбирается да вот вот и дешевле получается чем мурана покупать вообще там 30 на 40 сантиметров 700 600 800 рублей уже куда там такие цены от загибают я не знаю кто во что гораст короче говоря сейчас большое спасибо еще за донат елене девочки большое большое спасибо вот и еще вчера я купила такую шкатулку если кто-нибудь экспрессе девочки есть готовимся уже я думаю купила одну теперь пожалела было еще несколько взять на сидеть им вот пасху раздавать с конфетами не всем конечно подряд на всех то не хватит хотя бы своим этим племянницам всем у нас тут есть еще такие взросленькие племянницы и вот да и так просто кому-нибудь до подарить с конфетками мне кажется прикольно будет еще заехать как раз до пасхи еще несколько раз заехать набрать экспрессах это был вот там уже вовсю к пасхе все готовы хотя еще до нее больше месяца вот так ну что хочу сказать что все на этом друзья мои сегодня суббота мы опять идем в гости у меня опять валится план с этой какой господи величим природы и как чуть до него не доберусь вот я еще приболела поэтому сегодня на какой-то не вышивальный день будет у меня буду заканчивать эту я все стою я не могла пройти мимо друзья вот буду заканчивать эту неделю монтировать видео видео чтобы вы успели посмотреть немножко переключить свои мысли расслабиться вот желаю вам всем здоровья мирного неба чтоб все было у нас хорошо спасибо всем огромное за комментарии за лайки за дизлайки большой-большое всем спасибо за помощь моему каналу и советами и средствами огромное вам спасибо девочки на этом все встретимся с вами в следующем видео всем пока пока до новых встреч